Добрый день, друзья! Сегодня у нас опять наступило лето. Как только уехали последние отдыхающие бедные мерзшие в 13 градусов, вдруг наступила такая пора, просто лето. Сегодня 23 градуса. Также покажу, что еще цветет в саду. Вы удивитесь, потому что розы зацвели третьим своим цветением, третьей волной. Ну вот у меня случайно сама насеялась эта, как она, питунья. Посмотрите, какой высокий. Вот она откуда растет. Я уж ее подкармливаю, потому что он цвет потрясающей красоты. Ну и, конечно, что еще показать? Начинаются хризантемы. Вот это самое раннее. Так, надо так, чтобы... Посмотрите, какая красивая. Так, она как-то не фокусируется. Вот видите, какая красивая. Она только-только начала. А вот эта очень красивая тоже хризантема, но она еще, видите, только в бубочках. Ну и, конечно, посмотрите, здесь какая герань у меня чудесная. Все лето как-то она и не очень-то и цвела, потому что пекло было, а потом холод наступил. А сейчас просто потрясающей красоты. Ну, подкармливаю, конечно, и сладкой водой, и удобрениями для комнатных цветов. Вот она на улице, огромный куст. Я прорежала, друзья, знаете, убираю лишние веточки, потому что слишком густо, чтобы были силы. Ну и, конечно, цветов не очень много, но очень хорошо цветут прям огромным кустом. Посмотрите, вон какое кустище. Еще зеленые все листочки. И шафран. Это не бархатцы, это шафран, потому что он высокий. Вот такой. Я его не садила. Все самосадом само у меня сеется. Ну и чуть-чуть розы покажу. О, бабочка прилетела. Уйдите, Бузя мой, полетела уже. Конечно, друзья, тот, кто смотрит мой канал, знает, что у нас отдыхающие летом. Очень трудно ухаживать за садом. В основном это все в первой половине лета, когда еще людей не так много. Я, конечно, много внимания уделяю, подкармливаю и полю, и все делаю. Но вторая половина лета была очень загруженная. Совершенно не было времени. Конечно, еще много инжира. Вы знаете, сегодня Андрюша целый таз набрал. Ой, на полу, везде. Смотрите, вон еще какие ягоды. Как поснимать, так и в веточках еще много. Пропадает, потому что у нас уже гостей нет. Есть это некому, друзья. И очень сладкий он уже я и насушила, и варенье наварила. В общем, инжир еще продолжается. Ну, розария жил после того, как, вы знаете, совсем все засохло, и листья опали. Я думала, наверное, розы мои от жары не оклемаются. Нет, смотрите, вон, вполне себе. Вот сейчас хорошую листву нарастили. И даже цветут сейчас я проберусь. Конечно, цветы это не те, что я вам раньше показывала, но уже какие есть. Видите, вот, еще цветут. Ну и, конечно, вот еще одна очень красивая розочка. Сейчас мы ее дома. Вот такая. Ну, конечно, это уже не то, что было. Но удивительно, что они цветут. И вот зацветают у меня очень красивые вот такие. Это сентябрина. На хризантему похоже. Очень-очень такая. Она еще только-только начинает зацветать. Очень красивый цвет. Откуда-то встать надо. Я розы обработала и подкормила их. Немножко, конечно, поздновато, потому что было и некогда даже заниматься этим всем. Очень жаркое лето стояло. Знаете, такая прямо была палящая жара. Конечно, растения очень тяжело пережили. Потом немножечко были дожди. Как-то они вот отошли у меня. Инжира очень много. Но он почему-то в этом году поздно. Вот он висит. И, может быть, ночи были прохладные. Медленно спеет. Ну, вот инжир много. У меня, друзья, всегда есть варенье. Кто приедет на следующий год, в варенье всегда можно купить. Сушеный инжир, лепестки роз варенья. Это всегда все есть. Я даже отправляю посылки. Бывает такое. Ну, и тут немножечко прошлась просто на прогулку. Следующее видео вам покажу. Пляж. Мы на море ходили. И вот по дороге на море это прям соседские дикие винограды. Конечно, осенью они вот рассвечены. Эти заборы такими потрясающими бордовыми свекольными красками. Ну, вот просто не пройти. Просто любование сплошное. Хочу вам сказать, что мы начинаем реконструкцию заборов, ворот. У нас большая работа предстоит, друзья. Я буду вам все показывать. Сейчас пока подготовительная работа идет. Ну, а с вами, как всегда, друзья, была ваша Евгения. Приходите на мой канал, заходите, подписывайтесь. Я буду очень рада. Читаю ваши волшебные комментарии, которые меня очень вдохновляют и поддерживают. Обнимаю всех. И до новых волнующих встреч.